Сегодня мы с вами устроим тест-драйв для тональной основы NARS Это новая тональная основа, которая называется Natural Radiant Longwear Foundation У нее достаточно длинное название, но сразу в названии она перечисляет, что собственно она из себя представляет И эта тональная основа является фаворитом, наверное, повального большинства зарубежных бьюти-блогеров Американки просто сходят с ума по этой тональной основе Именно поэтому я ее решила купить и сегодня с вами протестировать У нас сегодня будет первое впечатление, а также тест-драйв на целый день И вы это все сможете рассмотреть в качестве 4К Я надеюсь, что вы уже это заметили, но если вдруг не заметили, то качество моего видео очень сильно улучшилось Теперь можно смотреть мои видео в 4К, рассматривать все поры, все морщинки Куда тональная основа завалится, как она подчеркнет что-то, где она там потрескается В общем-то все это в мельчайших деталях будет видно Не знаю вообще, хорошо это или плохо Потому что я зря это сделала вообще Но все же мне кажется, что информативность обзора очень увеличивается в этом случае Я последний, наверное, год мусолила эту идею, что я хочу новую камеру, что я хочу улучшить качество своих видео И вот наконец-то это случилось, поэтому я очень надеюсь, что вы это оцените и вам это качество понравится На самом деле, мне кажется, что вам уже хочется, чтобы я заткнулась и пришла к нанесению тональной основы Поэтому давайте это и сделаем Через несколько минут мы с вами перейдем к нанесению Но перед этим я хочу сейчас освежить в памяти, что нам обещает эта тональная основа Потому что мы это все будем проверять Я сейчас на официальном сайте NARS И тональная основа обещает стойкость на протяжении 16 часов Ее вообще никак нельзя различить у себя на лице То есть невидимое покрытие Ее невозможно остановить во всех своих смыслах Не похоже ни на что другое Очень стойкая, но в то же время очень легкая и сияющая Вот это, кстати, то, что продало мне вот эту тональную основу Когда я услышала, что она очень тонкая по текстуре Но при этом хорошо перекрывает И у нее такой вот сияющий финиш Я сразу, все, забирайте мои деньги Ладно, уговорили И также здесь написано, что она не сушит кожу Для меня это крайне важно Потому что иначе я тональной основой пользоваться не буду Также я здесь ознакомилась с разделом, как использовать И что, кстати, удивительно Они говорят, что использовать нужно всего одну помпу Ее должно хватить на все полностью лицо И дальше они пишут, что если вы будете использовать слишком много Особенно в зоне под глазами или по периметру лица То это может выглядеть плохо Это может подчеркивать морщины и несовершенства Вот это, кстати, странно, что они так написали И последнее, что здесь написано, это распределять пальцами Но, да простите меня, Франсуа Нарест Я пальцами ненавижу наносить тональную основу Поэтому на одну из сторон я буду наносить спонжем Real Techniques Кстати, я его вот только что буквально достала из упаковки То есть он абсолютно новый И на вторую сторону лица я буду наносить кистью от Real Techniques Здесь также написано, что нужно хорошо ее взболтать Столько много прелюдий Оттенок я, кстати, взяла Dewale Я очень-очень-очень долго выбирала, какой оттенок взять Потому что с Нарс у меня есть тональная основа их Sheer Glow И она ужасно желтая Вот это обычно у Нарс огромный минус в том, что их тональные супер желтые Но тут линейка очень была широкая И вот именно оттенок Dewale он позиционируется как светлый с нейтральным подтоном Поэтому я надеюсь, что она мне подойдет Итак, одну помпу они говорят Окей Мы сейчас подождем Да не, ну нам этого точно не хватит Это я вам гарантирую на все 100% Тут помпы очень жлобские Я не знаю, как вообще одной помпы здесь может хватить Ну ладно, давайте попробуем Вдруг нас не обманывают И здесь я возьму спонжик И сразу начну это все дело растушевывать Как по мне, то покрытия здесь маловато Поэтому я хочу побольше покрытия от тональной основы Но ее действительно вообще не видно сейчас на лице И на этом гордом мазке у меня закончилось все, что я выдавила на палитру Хотя это было две помпы Ну ладно, будем считать, что это одна была полноценная помпа Потому что тональная основа новая Поэтому первая не считается за полноценную Окей, ну полторы помпы Мне хватило На половину лица Ну в принципе как обычно То есть я обычно использую Слушайте, а с тоном я вообще прям идеально угадала Такое бывает вообще Обалдеть Просто не видно даже границы по-моему Нанесения Ну по крайней мере я в зеркале не вижу прям границу нанесения Я пока абсолютно не наблюдаю сияние Для меня это вот такой вот натуральный финиш Не матовый Но он и не сияющий вообще абсолютно Если сейчас сравнить обе стороны моего лица То здесь конечно намного более ровный тон Здесь больше красноты я вижу в зеркале И больше поры подчеркнуты Здесь так вот все как софт блюр какой-то Давайте на другую сторону наносить кистью Не, ну помпы здесь явно жлобские Просто вообще крохотулечные Мне не нравится как кисть наносят Я сразу вижу Что мне не нравится как наносит кисть Потому что она вот как пятно сделала И это пятно как не хочет распределяться после этого А вот спонжем буквально вот пару раз вот так вот сделала И все этого пятно нет Поэтому кисть нет Я считаю что кисть здесь плохо работает Тональную основу я нанесла Использовала просто все до последней капли Что я нанесла на палитру Получилось что на все полностью лицо У меня ушло где-то ну две с половиной помпы Это как с натяжкой Ну в принципе помпы здесь действительно очень Как я и сказала маленькие Например тот же Armani или Bourjois Они выдавливают раза в два больше Поэтому действительно получается очень экономично Получается действительно что ее нужно достаточно мало Для того чтобы полностью выровнять тон лица Но при этом все равно какие-то недостатки я вижу То есть это не плотное покрытие Если мне нужно прям вообще плотнейшее покрытие То ее нужно либо наслаивать Либо все-таки пользоваться отдельно консилером Я кстати за второй вариант Я сейчас нанесу хайлайтер, бронзер, все дела Там помаду на губы и к вам вернусь Чтобы подвести какие-то первые итоги На чеках у меня хайлайтер от Annalie в третьем номере Также я использовала в качестве контуринга Сегодня палетку от Makeup Revolution Вот этот вот оттеночек И что я еще использую А помада на мне сейчас это Ness Cosmetics Меня кстати часто спрашивают о помадах Чтобы сразу ответить наперед на вопрос Это Chopsticks называется оттенок И также все это я закрепила фиксирующим спреем от Colourpop Теперь когда макияж полностью готов И я смотрю на себя в зеркало В принципе у меня негативных эмоций пока абсолютно никаких нет Мне кажется что тон лег очень хорошо Все мои любимые косметические продукты Поверх этого тона также легли хорошо И сейчас я не вижу ничего плохого Действительно это такой вот натуральный незаметный финиш То есть нет ощущения что у меня 33 слоя штукатурки на лице Тон в принципе я вижу То есть все равно видно да Что тон нанесен Но нет ощущения вот такого вот слоеного пирога И мне это очень нравится Оттенок Дювиль меня в принципе тоже устраивает Он немножко все равно вот именно в желтинку отдает Но это типично мне кажется для любых тонов Nars Они все очень желтые Но этот тон Дювиль он в принципе еще такой адекватно желтый Мне в принципе кажется что он очень хорошо слился с тоном моей кожи Вы видели да когда я наносила на пол лица В принципе даже не особо разницу было заметно Между моим естественным оттенком кожи И тем куда я нанесла тональную основу Сейчас на часах 14.41 И пока что мне очень нравится что я вижу в зеркале Но мы с вами будем тестировать эту тональную основу Сегодня целый день И в конце дня я вам обязательно покажу Как она продержалась Какие у нее возможно вылезли минусы Все это хорошо можно будет рассмотреть Тем более в качестве 4К Как я хвастанулась только что камерой своей новой Поэтому не вижу сейчас смысла дальше затягивать это видео Увидимся с вами в конце дня Итак на часах уже 22.10 То есть тональная основа на мне уже чуть больше 7 часов И мне кажется что самое время подводить итоги Если говорить об общем впечатлении То мне кажется что я однозначно стала намного более сияющей У меня не было такого большого сияния Изначально когда только я нанесла эту тональную основу Сейчас однозначно я вижу прям такой вот влажный финиш Вот здесь вот на носу и между бровями Это обычно те места которые у меня больше жирнятся Поэтому возможно в следующий раз я попробую Именно вот эти зоны припудрить Может быть ситуация будет лучше Главный плюс который я заметила в этой тональной основе Она не проваливается в морщинки Не заваливается никуда То есть в принципе кожа выглядит достаточно гладкой Нигде она не потрескалась Это ее огромный плюс Единственное она немножко собирается вот здесь Вот и я вам в макросъемке это покажу И собирается она вообще в целом на лице Вот я замечаю на ней Если это прям уже так вот рассматривать себя очень близко Я замечаю кое-где какие-то как пятна пигмента Вот такого именно пудрового пигмента Небольшие пятна Но опять-таки это если уже прям совсем близко И вот так вот досконально себя рассматривать Я это вижу под конец дня может быть это смотрится не прям супер классно Но в целом мне кажется что из-за вот этого вот тонкого пудрового пигмента Она в целом вот такая вот тонкая по текстуре То есть ее не слишком сильно видно на коже Я ее сейчас до сих пор в принципе не вижу на коже Она не превратилась в плотную маску за столько времени Это тоже ее огромный плюс Но я все-таки вот если общее впечатление подсуммировать Мне кажется я от нее отжидала немножко большего Потому что как ее описывали Она вообще настолько стойкая Она абсолютно не должна меняться на протяжении дня И в то же время я все-таки рассчитывала на то Что она будет немножко больше сглаживать текстуру кожи С текстурой кожи она абсолютно ничего не делает То есть если у вас есть расширенные поры Или если у вас наоборот более неровная текстура Как у меня например вот здесь вот То она абсолютно это никак не скроет Но в то же время и мне кажется не сугубляет эту проблему Что касается оттенка Оттенок все-таки желтит Вот эта проблема у всех тонов NARS Какой ни возьми они все какие-то немного желтоватые И когда я наносила эту тональную основу Мне кажется она немножко даже лучше выглядела Сейчас она чуть-чуть но все-таки более желтая Я ее сравнила с другими своими тональными основами И в принципе вот этот оттенок Duville Очень похож на оттенок Bourjois Healthy Mix 52 Вот они практически один в один 52 может быть чуточку совсем чуточку темнее Но в то же время если сравнить с моей предыдущей NARS То это вообще небо и земля Потому что оттенок Fiji в Sheer Glow Это просто оранжевый цвет Ну по-другому его даже не назовешь Много чего наговорила Но что же в итоге Вы знаете я от нее все-таки ожидала немножко большего Она мне понравилась Но я не могу сказать что она мне понравилась больше Чем к примеру Bourjois Healthy Mix Которая стоит в 5 раз дешевле Где-то приблизительно так Возможно Bourjois немножко больше видно на коже Но это уже все-таки нюансы и детали Что в зависимости тоже от нанесения В зависимости тоже от того какая у вас кожа Какая текстура кожи Тут очень много нюансов которые могут быть Так как я ее все-таки уже купила То я однозначно буду пользоваться ей дальше И возможно искать какие-то другие к ней подходы Может быть она заработает лучше С какими-то другими косметическими продуктами Может быть с каким-то другим типом закрепления В любом случае я обязательно вам расскажу Через какое-то время более детально Что я о ней думаю И где-то она точно еще засветится в каком-то моем видео А на этом я уже буду с вами прощаться Не забывайте подписываться на мой канал Это можно сделать вот здесь Нажав вот на меня вот здесь И также вы можете посмотреть другие мои видео Которые вам предлагает YouTube А я уже честно говоря мечтаю снять эти накладные ресницы Умыться и завалиться спать Поэтому этим я сейчас и займусь